Напомним, с 11 января по 9 февраля жители Краевого Центра выбирали 10 территорий, которые, на их взгляд, необходимо благоустроить в первую очередь. В общей сложности в Комитет городского хозяйства поступило 10 348 предложений. Члены муниципальной общественной комиссии выбрали из них 10, получивших наибольшее количество голосов, а также более всего соответствующих другим критериям отбора. Буквально вчера у нас были изготовлены и утверждены дизайн проекта на все общественные территории, которые будут представлены жителям. Со вчерашнего дня уже можно ознакомиться со всеми проектами на сайте администрации города в рубрике «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Все проекты у нас изготовлены управлением архитектуры совместно с студенческим конструкторским бюро. Жители города нашего могут направить нам предложения в муниципальную общественную комиссию. Может быть, какие-то хотят элементы на этих площадях видеть, может быть, какие-то еще архитектурные решения. Мы готовы их принять. Наряду с количеством предложений учитывались доступность проведения массовых мероприятий и наличие альтернативных зон в радиусе 5 километров от предлагаемой территории. В итоге места расположились следующим образом. Площадь имени Ленина, вторая очередь благоустройства, площадь труда, микрорайон КСК, городской парк отдыха в микрорайоне Северный, вблизи торгово-развлекательного центра «Макси», первая очередь, парк здоровья «Березка», парк «Шахтер», площадь имени Октябрьской революции, театральная площадь, парк «Коллективный труд», сквер по улице Ярославского 6-1-го перед зданием администрации Ингодинского района и сквер МЖК по улице Металистов 21. По каждой из этих территорий уже созданы дизайн-проекты. До 15 марта четинцы могут вносить свои предложения в проекты. А 18 марта жителям Краевого центра предстоит выбрать из этих территорий две, которые будут благоустроены в течение ближайших двух лет. Остальные территории благоустроят в рамках программы до 2022 года. Причем в том порядке, который будет установлен по итогам рейтинга. Кстати, в рейтинговом голосовании могут участвовать также школьники, которым уже исполнилось 14 лет. Наталья Сабинникова, Оксана Сидоренко, Дмитрий Пенигин. Время новостей.